Всем привет дорогие друзья, с вами снова Крюга ТВ. И что-то я подсел на всякие опенинги, эндинги, всяких фильмов, мультфильмов, аниме. Нашел еще одну прекрасненькую мелодию, и поэтому я доволен, я счастлив. И я делаю для вас обзор сравнения E10 и Sherman M4 FL10. Нам будет интересно выяснить, какая же из этих машин интереснее в плане фарма. Потому как это обе машины премиумные, пятого уровня, и наверное многие задавались вопросом, на чем же из них можно пофармить. И вообще можно ли фармить на данных машинах. Ну и плюс на как на них вообще играется, интересно ли или не очень. Так вот на эти вопросы я постараюсь вам сегодня дать ответ. И еще хотелось бы сразу извиниться перед людьми, которые были на конференции, которая сегодня проходила. Почему-то видео у меня замялось, заелось, короче склеить я его уже не смог. Оно просто не захотело у меня редактироваться. В общем, я не знаю что произошло, но конференцию я выложить не смогу. Потому что там все настолько зажевано и убито, что мне жаль, извините. В общем, переходим сразу к теме. Ну, во-первых, не забывайте, что в группе идет конкурс. Можете зайти посмотреть, обязательно получите приз свой заслуженный, если сможете, конечно же. Вот так вот я вас буду подстегивать к участию. Ну и, конечно же, мы теперь переходим к нашему обзору и сравнению. Начнем мы с Е10. По Е10 было видео на канале, по-моему, даже не одно. Так что заходите обязательно и смотрите. Там о ней все очень подробно должно быть рассказано и расписано. Но вообще, это у нас премиум машина пятого уровня немецкая. Очень хорошая ПТшка. Очень скорострельное орудие у нас здесь 7,5 сантиметров. С пробитием в 150 единиц и разовым уроном в 183. С дичайшей скорострельностью пулемета 2,8 секунды. Перезарядка у меня с модулями и экипажем 12 уровня. Ну и, в принципе, адекватное сведение и точность. Плюс нереально высокая скорость у данной машины. Она ездит по полю. Да вообще, она летает по полю, а не просто ездит. Ну и, к сожалению, брони у нее не очень-то много. Но вот видите, от каких-нибудь стоковых М4 может быть и можно защититься. В целом, машина очень интересная, очень здоровская. На ней очень весело летать по карте, раздавать всем люлей и получать их в свой адрес тоже. В общем, она точно стоит своих денег. Тем более, что стоит она не так уж и много. Ну и плюс, мало того, что геймплей на ней интересный, так еще она и позволяет зарабатывать серебро. Конечно, не так много, как 7 и 8 уровни премиумные. Но все же, все же на ней можно получать деньги. Мы увидим, сколько после боя, конечно же. Ну а пока дальше по Е10. Чем же она хороша? Ну, во-первых, тем, что она быстрая. И это главное преимущество данной машины. Мы не можем тягаться открыто в лоб с какими-то там другими танками. Но, во всяком случае, в борта и в корму очень весело их всех расстреливать. А благодаря нашей скорости сделать это довольно легко. Да и всяким СТшкам, ЛТшкам закрутить Е10, ну вы понимаете, невозможно. Конечно, если на гусеницу не поставить, здесь, конечно же, у нас, сами понимаете, минус. Все-таки у ПТ башни нету и если поставить ее на гусеницу, то вы ее обездвижите и она ничего не сможет с вами поделать. Если вы, конечно, не полный дурак и не встанете прямо перед ней. Так вот, возвращаясь к Е10, хочется отметить, что у нее очень высокий урон в минуту благодаря этой скорострельности. И стоит иногда поглядывать на снаряды, потому что к концу какого-нибудь продолжительного боя они могут вдруг, оп, и закончиться. Ведь их не так уж и много, хотя и не сказать, что бои мало. Но, в любом случае, следите за показаниями снарядов, если вы стреляете постоянно в бою, а на данной машине этого делать можно вообще без каких-либо проблем. Как вы видите, тут чуть ли скорострельности не 4 выстрела в 10 секунд. Ну, 3, условно, 3 выстрела в 10 секунд, 3,5. А это очень и очень высокий показатель, особенно как для пятого уровня. На данной машине даже борьба с седьмыми уровнями не доставляет каких-либо огромных хлопот. Особенно с какими-нибудь ИСами, вы можете просто от них уехать. За этот бой мы получили чистыми с ВИПом 51 тысячу серебра почти. А это очень и очень хороший показатель. Ну что ж, и теперь мы переходим к нашему конкуренту, к тому танку, который ввели не так уж и давно. Это у нас М4 ФЛ-10, такой вот модернизированный Шерман с качающейся башней механизмом заряжания. Здесь у нас барабан имеется на 6 снарядов. Перезаряжается он 16,6 секунды. Это с модулями и экипажем. И у нас здесь просто фантастическое сведение. Самое быстрое сведение в игре. 1,3 секунды. Это очень здорово. Это нереально быстро. Вы можете просто встали и уже сразу стрелять, потому что будете уверены в том, что вы свелись. Ну, 1,4. Не важно, в общем. Снарядов у нас здесь вполне себе хватает. Их тоже, в принципе, не шибко уж и много. Но больше их и не надо. Ни в одном бою я не заметил, чтобы они у меня закончились. Как было на Е10. Здесь с ними никаких проблем нет. Барабан, конечно же, это как плюс, так и минус. Да, он перезаряжается довольно быстро. Но все равно в 16 секунд вам могут очень много нанести урона. А Шерман урон не сильно так жалует, не сильно держит. Он большой, он картонный. Башня у него не пробивается. Но зато корпус огромный и он пробивается без каких-либо проблем. Плюс, также хотелось бы отметить то, что и скорость у нашего Шермана не самая фантастическая. Да, в принципе, он ездит довольно быстро. Но, увы, нельзя сказать, чтобы это прям была какая-то фантастическая скорость среднего танка. Или скорость, как у Е10. Просто ездит. И это хорошо. Переходим дальше, к орудию. Конечно же, опять вернемся. Все-таки определенный отпечаток к стилю игры, оно накладывает. Вы должны будете привыкнуть к данной машине, прежде чем научитесь на ней нагибать. Хотя нагибать на ней вряд ли у вас прям так получится, как на Е10. Ну, все-таки это своеобразный такой барабан, который есть. Если бы она стреляла просто, допустим, так же, как и Е10 раз в 3 секунды, то это было бы нереально круто. Она просто бы была фаворитом, наверное, и моим, и многих других игроков. Но нет. Получается так, что у нас барабан 17 секунд почти перезаряжается. И внутри барабана КД 2 секунды. 2,1. А вы, как могли заметить, у Е10 просто перезарядка 2,8 секунды. То есть здесь еще и барабан. Ну, в общем, скорострельность, конечно же, в разы ниже, чем у Е10. А урон всего лишь 150 единиц, как и пробитие. То есть не шибко выше. Поэтому данное орудие имбовым уж точно нельзя считать. Оно, конечно, неплохое. Оно очень-очень точное. Но, к сожалению, скорострельность, как вы видите, по сравнению с Е10 низкая. Плюс машина все-таки медленнее. И она довольно большая и картонная. Если Е10 может из кустов не светиться прям-таки вот сблизи, то на Шермане вы уж так прям просто и не спрячетесь. Потому что это тот еще сарайчик. Ну и в боях с седьмыми уровнями нам, конечно же, выживать сложнее. Потому что пробивают нас, как и Е10 все. Но вот так вот метаться из стороны в сторону по всей карте с криками «Ааа, не догоните!» у нас уже не получится. Такой скорости у нас огромной нету. Да и плюс орудия у нас, в принципе, не шибко лучше, чем у Е10. Я бы сказал, даже наоборот. Поэтому явных каких-то плюсов мы здесь тоже не найдем. Но все же, это уникальный геймплей. Машина очень интересна. И если вы качаете именно американские ветки, а не немецкие, то, конечно же, берите М4 FL10. Потому что на нем вы сможете покачать свой экипаж драгоценный. А экипаж в данной игре решает, конечно же, довольно неплохо. Особенно, если он уже многоперковый. Так вот, выбор между Е10 и М4. Он, в принципе, довольно очевиден. Да, М4 машина интересна, но Е10 лучше. И на ней легче играть. А это значит, что она нам интереснее. Хотя, конечно, многие могут не согласиться. Но все же, Е10 очень хороша. Шерман тоже. Но выбирая между ними, я бы выбрал Е10. Если, конечно, мы не качаем американскую ветку и только ее. Ну что ж, такое мое мнение. А какое ваше, пишите в комментариях. Пока-пока.